МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортеры программы Республика и я, Татьяна Молокова, о главном в Чебоксарах Чуваши и за ее пределами. Сегодня в выпуске. Твердый сыр, крепкий бизнес. В главе Республики показали новые производства и пообещали пригласить на концерт. Кому на селе жить хорошо? Когда замолчат колокола и заговорит уголовный кодекс? Почему над головами прохожих повис балкон многоэтажки, а над пенсионеркой статья? Спортсменка из Чуваши взяла серебро на Олимпиаде в Токио. Сколько сантиметров ее отделило от золота? И как встречали наших? Российский, пашихонский, голландский, тильзитер – сыр со вкусом топленого молока. В Бресенском районе сегодня открылся новый сыроваренный цех. Реализация инвестиционного проекта поможет поддержать экономику района и создать новые рабочие места. С деятельностью нового завода сегодня познакомился Олег Николаев. Глава республики не с проверкой, а с желанием лично увидеть, как обстоят дела, что называется, на местах, проехал по нескольким населенным пунктам. Факт останется фактом. Жизнь налаживается. Новые стадионы, дома культуры, школы, детские сады – это не в центре больших городов, а в маленьких селах и деревнях. Пока в интернете считают тех, кто уехал из родной Чувашии, поддавшись на огни больших городов, в селе Новое Чурашево и Бресенского района кипит жизнь. Здесь много ребят, желающих заниматься спортом и творчеством, а спрос рождает предложение. В рамках подпрограммы благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской республики и государственного формирования современной городской среды завершены работы по благоустройству спортивной площадки для игры в мини-футбол и баскетбол. А это значит, что долгожданному районному турниру по футболу – быть. У нас в этом году еще семь поселений участвуют по этой программе. И буквально в ближайшие два месяца, мы надеемся, будут еще две новые площадки. Молодежь в этом сельском поселении, она у нас не собирается никуда уезжать. Молодежи в действительности много, инициативная молодежь. И есть фольклорная группа, спортивная команда. Молодежь всегда в сельском поселении участвует на районных соревнованиях. Сила физическая, скоро здесь и сила искусства. Документация готова. Будут строить дом культуры на 150 мест. Вместо этого старого здания – просторный зрительный зал, эстрада, гримерки, уютное фойе, комнаты для кружков. Пока это все в планах, но земельный участок уже определен. Госэкспертиза дала добро. Нацпроект культуры здесь уже в 23-м году. А это школа в деревне Айбечи. 35 лет ждала ремонта. В этом году уже заменили кровлю, теперь она железная. К середине 21-го года, 21-го века, здесь наконец-то появились теплые туалеты. А вместо крашеных досок – современная плитка. Мы 80% за два месяца сделали. Еще 20% за один месяц есть. Запасы 25 лет. Да, справляемся? Да. 25-го мы пойдем. Материалы уже по полосе закупали. 95% материала у нас на месте. 1 сентября здесь прозвенит первый звонок. Те, кому школу рано, пойдут в отремонтированный детский сад. Настоящим событием для района стало открытие нового цеха молокоперерабатывающего завода. Наша мощность позволяет принять до 350 тонн молока. От 12 до 14 тонн варки делаем ежесуточно. Также производим 8 тонн сухого молока. Реализуем в основном в центральной части, ну и в пределах по Волжье. С открытием цеха появились и новые рабочие места. Самое ценное в том, что вот такого рода производства нам позволяет, конечно же, прежде всего развивать агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные направления за счет более углубленной переработки продукции. Но кроме того, такие производства – это, конечно же, мощный импульс развития конкретных территорий, в данном случае и Брестинского района. Поэтому мы активно поддерживаем реализацию таких проектов на всех этапах его реализации. Общая стоимость инвестиционного проекта – более 282 миллионов рублей. Кроме того, на территории завода началось строительство системы очистки отходов, и он скоро должен заработать. Завершается реализация инвестиционного проекта строительства очистных сооружений мощностью 200 кубических метров. Принцип работы очистных сооружений основан на биотехнологиях. Запуск – 2 декада августа текущего года. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика и Брестинский район. Глава Чуваши Олег Николаев вошел в топ-глав регионов страны по доле позитивных упоминаний в телеграм-каналах и уступил всего 4% своему коллеге из Чикотского автономного округа. Замыкая тройку – губернатор Иркутской области. Николаев также стал одним из лидеров по приросту доли позитивных упоминаний – плюс 17,4%. Об этом сообщает Центр политической конъюнктуры. По версии фонда «Петербургская политика» с 28 июля по 3 августа Олег Николаев упоминался в сетевых изданиях и социальных сетях 312 раз. «Деньги решают все» – так перефразировали известную фразу Сталина во время совещания, на котором сегодня обсуждали подготовку кадров для реализации инвестиционного проекта «Спик-2.0». Речь о запуске производства в республике тракторов малой и средней мощности в период так называемых лихих 90-х. Все шли учиться на экономистов и юристов. До сих пор на производствах чрезвычайный дефицит профессиональных рабочих. ПТУ, теперь они называются колледжи, сократили программы подготовки. И только теперь ситуация начала меняться. Как, а главное, чьими руками реализовать грандиозный инвестпроект? Восстановить сложнее, чем создать новое. По инвестпроекту «Спик-2.0» промтрактор за 11 лет должен выпустить 17 тысяч тракторов, то есть по 4 в день. Почти все производство в Чувашии. Предприятию необходимы литейщики, инженеры, слесари, монтажники, формовщики, электрики, операторы ЧПУ. Не менее 500 специалистов. Уже в следующем году только для подготовки к запуску в цехах должны работать минимум 40, как квалифицированных рабочих. Активная фаза литья будет начинаться с 26-го года, да, то есть это порядка 140 человек необходимого в литейное производство. Эти компетенции нужно развивать заранее. Вот у нас, к сожалению, эти компетенции по литейному производству в республике, они вот не совсем разные. Предприятие готово к сотрудничеству с учебными заведениями, создание новых учебных программ, новые формы подготовки, целевой набор, обучение без отрыва от производства. Сейчас на машиностроительном факультете ЧГУ готовят всего 47 специалистов. Этого мало. И по статистике половина в лучшем случае пойдут по специальности. Кого-то не устраивают условия труда, кого-то зарплата. Времена Павки Корчагина, когда работают за идею, а не за деньги, уже давно прошли. Одно из решений – возрождение целевого набора, когда предприятие платит студенту и уже не мизерную стипендию, а зарплату. Если все-таки сможете изыскать средства, хорошее на целевую стипендию, это получится. Если нет, считайте, что целевое обучение, оно будет просто целевым называться и не работать. Вот я вот не хотел так жестко говорить, вот пока 3000. Это работать не очень будет, сразу скажу. Практика есть, потому что. Все заинтересованные стороны договорились расписать дорожную карту, чтобы на запрос промышленности уверенно отвечали учебные заведения. Вадим Муравьев, Татьяна Молокова, Республика. Из маленькой трещины в большую проблему в редакцию программы Республика позвонила жительница Чебоксар и едва ли не плакала. Говорит, писала письма во все инстанции, получала только отписки. Как же удивились мои коллеги, когда поняли, что речь идет всего лишь о балконе. Почему женщина плачет и почему молчат колокола? Галина Калашникова рассказывает о своем балконе, но показывать не решается. Просто боится. Конструкция может обвалиться в любой момент. Возможно, ее можно было как-то укрепить, заделать, не знаю. Но никто даже не отреагировал вообще. Прокуратура передает, вот мы обращаемся туда, они передают это в городадминистрацию, там, куда там строят дела какие-то, чего-то. Вот, а те опять вот. И по кругу вот так все по кругу, по кругу, по кругу. Всему дому давно нужен капитальный ремонт. Трещины по стенам, штукатурка осыпалась, арматура торчит. В соответствии с жилищным законодательством, фасад многоквартирного дома относится к общедомовому имуществу, которое должно удовлетворять требованиям надежности и безопасности. Именно управляющие организации должны нести ответственность перед собственниками жилых помещений за нарушение своих обязательств по надлежащему содержанию общего имущества в МКД. Но это лишь неудобство. Балкон пенсионерки – реальная угроза. Жители дома и прохожие боятся. То и дело задирают головы, упадет, не упадет. Ну, стараюсь объезжать. Ну, я когда в первый раз увидел, спросил у родителей, а что это такое, типа почему. Они сказали, что вот это балкон, и очень опасно, вот, может обвалиться. Я просто прохожу, видела, потому что мы в больницу ходим, детский поликлинику там. Ну, это мимо тоже. Страшновато. А вдруг выброшится. Сама Галина Калашникова готова уже остаться вовсе без балкона. Лишь бы не стать виновницей трагедии. Нет, я туда… Ну, я выхожу вот на этот балкон. А туда я боюсь ходить. Я же не камикадзе. Я конкретно хочу, чтобы порядок навели с этим балконом. Если можно его отремонтировать, пусть отремонтируют. Если нельзя его отремонтировать, каким-то образом это все нужно убрать, чтобы хотя бы на голову никому не упало. Вот это вот я хочу. По закону, балкон – собственность владельца квартиры. И именно он обязан бить в колокола и требовать ремонта. Если колокола молчат, может заговорить уголовный кодекс. Ольга Алексеева, Анастасия Братцева, Регина Кубайкина, Георгий Кривошейн, Республика. В Шумерлинском районе по вине мужчины, который предположительно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказался от мета-свидетельствования, произошла серьезная авария. На страшных кадрах с места ДТП две машины в кювете. Это 97-й километр автодороги Чебоксары-Сурская. В салоне одного из автомобилей сидела пассажирка. С травмами она доставлена в ближайшую больницу. Только чудом жертв удалось избежать. О днем ранее уже в Алатарском районе снова авария и снова нетрезвый водитель. Под колесами погибла пожилая женщина. Как отметили в Республиканском управлении ГИБДД, в последние дни в регионе целая череда так называемых пьяных аварий. В текущем году на дорогах Чебашской республики зарегистрировано 57 ДТП с участием нетрезвых водителей и отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых 11 человек погибли, 72 получили травму. Иностранные граждане, приезжающие в Россию на 90 дней и более, будут обязаны пройти обязательное медицинское освидетельствование на отсутствие наркозависимости. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Главного управления МВД России. Закон вступит в силу 29 декабря текущего года. У регионов есть время подготовиться. Тем временем главный нарколог страны Евгений Брюн с рабочим визитом в Чувашии. Главная тема сегодня – наркомания в среде несовершеннолетних. Уже который год специалисты фиксируют омоложение наркозависимости по всей стране. В республиканском наркодиспансере Евгений Брюн ознакомился с накопленным опытом. Здесь успешно внедряют новые программы реабилитации уже с 2013 года, которые могут экстраполироваться на другие регионы. Сейчас мы ведем переговоры с комиссиями по делам несовершеннолетних, с комиссиями по профилактике правонарушений в субъектах федерации, с уполномоченными по правам несовершеннолетних. Группу риска по вот этим грубым расстройствам поведения, особенно агрессивным формам поведения, которые вот все чаще в обществе появляются, мы будем брать на себя, организовывать реабилитационные подразделения для этих ребят. Национальный проект в действии в рамках программы «Жилье и городская среда» реконструирует сразу две зоны отдыха в Чебоксарах. Ход работ проверил сегодня глава администрации города Алексей Ладыков. Ева Крутого прошлась по дорожкам, правда, после этого ей все-таки пришлось мыть туфли. Сегодня в сквере не до прогулок. Люди с лопатами, грохот спецтехники. У ДК «Салют» реконструкция в самом разгаре. Планировали закончить со дня на день. Но впереди еще укладка брусчатки и установка тренажеров для модного теперь воркаута. Проще говоря, занятий спортом на открытом воздухе. О ходе работы и о причинах задержки в режиме реального времени. Мы до конца месяца хотим уложить всю брусчатку. Останется, я думаю, только лестница. По тому мы понимали, что есть проблема. Ну а по этой площадке вообще ничего не мешало завершать. Да, я ее завершаю. Мы ее завершаем. Завершаете? Ну а когда ее завершить полностью? Ну, 1 сентября. Я закрою. Так у вас срок вообще 10 августа? Не понимаю. А что не сделали? Немножко трудно с трудными. Какие? С людьми. С трудными. Вы взяли на себя обязательства? Надо решать. Отстаете? Отстаем. От взятых на себя обязательств. Очень много недочетов, которые вскрываются именно в ходе работы и требуют внесения корректировки. То есть не учтены ни рельеф, ни, допустим, деревья. Много недочетов по покрытиям. На территории дубовой рощи дела обстоят лучше. Проложены дорожки, установлено чешское оборудование на площадках. Здесь от графика не отстают. В первой декаде сентября все будет готово. Жители уже с удовольствием гуляют по роще. Неудобства временные. Комфортная среда навсегда. Мне очень нравится. Для детей очень хороший детский парк построили. На реализацию проектов выделено более трех миллиардов рублей. Ева Крутова, Павел Ракитин, Республика. Сейчас в избирательной кампании, говоря спортивным языком, отборочный тур. Претенденты борются за выход в финал. Готовят программы, встречаются со сторонниками. Совсем скоро будет дан официальный старт предвыборной гонки. И многие эксперты отмечают, что в этом году компания отличается высоким уровнем конкуренции. Его уже сравнили с конкурсом в самые престижные вузы. Даже интернет-блогеры говорят, что все труднее делать публикации, обычно выстроенные на разоблачение так называемых грязных технологий и запрещенных приемах. Нам, конечно, предстоит очень интересная избирательная кампания. Во многом она связана именно с тем, о чем вы уже сказали. Это резкое повышение конкурентности, это резкое повышение открытости, и это провозглашенный курс на честные избирательные кампании, на исключение всевозможных черных технологий. Пока в штаб общественного наблюдения, о котором вы уже сказали, не было ни одной жалобы. То есть борьба есть, там конкуренты, конечно, довольны друг другом, но вот что-то предъявить такое, чтобы требовало общественного осуждения, рассмотрения, пока такого нет. Я думаю, где-то в Госдуму вполне возможно, что и по 7-8 может остаться. Примерно так же и в Госсовет. Но будем откровенны, борьба по Госсовету. Я вижу 3-4 таких проблемных округа, где, возможно, острая конкуренция, где нет явных фаворитов, скажем так. Ну, в Госдуму картина несколько прозрачная. Ну, избиратель всегда любит, когда у него есть право выбора, когда его уважают, когда он видит, что все-таки не один человек, за которого вот надо проголосовать, иначе будет плохо, а достаточный спектр есть. Доктор рядом. В республике продолжают строить фельдшерско-акушерские пункты. Так, в Янтиковском районе скоро появятся 4 ФАПа. Один из них в деревне Беляева. Сейчас уже завершается внутренняя отделка, завозят оборудование. В деревне, где всего-то 4 сотни жителей, ФАП возводит в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Уже совсем скоро качественная медпомощь в шаговой доступности. Раньше были вынуждены ездить к доктору 2 километра. Почти половина населения здесь пенсионеры. Им важно, чтобы врачи были рядом. Теперь ФАП местные его называют офисом, почти готов к открытию. У нас офис села Алдярово, там внизу, но далеко ходит все равно, а тут рядом очень хорошо. Система-то надо уколы нам делать, полеем, но все равно свои болезни есть, кодовые болезни у нас ведь. Само здание уже готово. Ведется монтаж кровли и перекрытие. Внутри оштукатурены стены и уложен пол. Одновременно со стройкой идет и оформление медицинской лицензии. Внутри модульного фельдшерского кушерского пункта будет располагаться кабинет приема, привычный кабинет, процедурный кабинет, санузел. Будет оборудован всем необходимым медицинским оборудованием. Будет обустроен пандусом для маломобильных групп граждан. А еще в ФАПе льготники смогут получить бесплатные препараты. Рифат Фаткулин, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Из Олимпийского Токио вернулась на родину российская гимнастка Елена Герасимова. Ее встречали поклонники, друзья, близкие и репортеры республики. Министр физической культуры и спорта Чуваший Василий Петров лично приехал поздравить гимнастку с дебютом на Олимпиаде. Для выхода в финал Елене просто не хватило соревновательного опыта. Но настрой у спортсменки боевой впереди три года подготовки к следующим олимпийским стартам в Париже. Это главная новость о Чувашии к этому часу. Я, Татьяна Молокова, желаю сохранять бодрость духа и олимпийского спокойствия. О ваших новостях сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. Хорошего вам настроения. Я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok